Не обошлось без ДТП в регионе и сегодня. Непростой дорожной обстановке поспособствовал апрельский снегопад. Тему продолжит Кристина Черкова. Также она расскажет, ждать ли еще жителям Иркутской области осадков. Глазковский мост, Хомутово, Качокский тракт. Картина везде одна. ДТП. Причина апрельский снегопад. Многие уже привыкли к теплой погоде. Пешеходы сменили обувь на демисезонную, а автомобилисты переобули своих железных коней. Поэтому к такому сюрпризу природы были не готовы. Как и водитель этой машины. На 26-м километре дороги Иркутск-Листвянка автолюбительница не справилась с управлением и за снегом оказалась в кювете. Женщине потребовалась помощь врачей. Но этого можно было избежать. Просто в такую погоду важно помнить о бдительности за рулем. Следует учитывать тот факт, что сцепление колес с проезжей частью заснеженной значительно снижается. То есть тормозной путь транспортного средства увеличивается. Также следует не совершать на дороге необдуманных маневров, перестроений, опережений, обгонов. Избежать аварий в такую непогоду можно и с помощью другого простого правила следить за скоростью. Об этом знают опытные водители. Их снежной кашей на дорогах не напугать. Контроль повышенный, скоростной режим уменьшен. И все. И нормально. Опытные водители поступают именно так. Ну и смысла гонять какой нету смысла. Я, слава богу, резину не поменяла. Поэтому на самом деле всегда, когда выпадает снег или какие-то такие явления неожиданные, все автомобилисты с ума просто сходят, как будто первый раз на дороге. Причина тому, многие водители боятся, что под снегом спрятались ямы или неровности на дорогах. Внезапная встреча с ними может закончиться поездкой в автосервис. Поэтому сегодня утром город стоял в многокилометровых пробках. Но пока одни машины были заложниками ситуации, другие пытались ее разрешить. Речь про спецтранспорт. На улицах Иркутска сегодня убирались почти 100 единиц техники. Не оставили без внимания тротуары. На удивление, иркутяне довольны результатом. Все нормально, идем по сухому. Ну а как, если такая непогода застала? Куда деваться? Думаю, что город справился в этот раз на ура. Хотя за последние сутки в Иркутске выпало 3,5 миллиметра осадков. И это немного. К примеру, в 2017 году в апреле выпало 16 миллиметров снега. Высота снега составила на сегодняшнее утро 8 сантиметров. Слой снега был толстый. Но по количеству осадков это, можно сказать, что нормальное явление. Но для Иркутска это 18% от месячной нормы. Ближайшую всю неделю по территории области мы ждем еще прохождения фронтов, выпадения осадков в виде мокрого снега. А значит, несмотря на весну, перед выходом на улицу иркутянам пока придется утепляться. К тому же права зимы отстаивает вот такой ее адвокат. Кристина Черкова, Андрей Назаров. Новости по будням.